В конце августа 1991 года у президента России Бориса Ельцина раздался звонок. На проводе был министр внешних экономических связей РСФСР. Срывающимся от волнения голосом он сообщил, в подвалах ЦК КПСС обнаружено тайное помещение. Лифт, который не должен ездить ниже первого этажа, вот уже второй день, поздно вечером и ночью спускается глубоко в шахту. Там горит свет, слышен шум, а значит кипит работа. Обнарушены какие-то документы, начито имена, выписаны. Но кто мог тайно проникнуть в охраняемое здание? И что этим людям понадобилось в его подвалах? Зашли огромные суммы неучтенной валюты, рублей и так далее. Не здесь ли хранились документы, скрывающие тайну золота партии? Наверняка там многое хранилось, часть уничтожалась, часть сжигалась. Как в КГБ СССР, так и в здании ЦК партии. Чем владела коммунистическая партия СССР? Кто распоряжался миллионами на секретных партийных счетах? Куда исчезли эти деньги? И неужели правда, что многие заплатили жизнью за попытку найти ответы на эти вопросы? Выкинули из окна, так сказать, поскольку у него в голове, как в хорошем компьютере, все были нити к этому. А существует ли золото партии? Куда оно делось, если оно существует? В казнении обнаружилось очень много. Пустая казна по существу была. Добрый вечер. Выкинем? Дорогие товарищи! Август 91-го года. Страна приходит в себя после путча. Попытка отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева провалилась. Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП продержался три дня. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Начинаются аресты заговорщиков. Один из них – министр внутренних дел СССР Борис Пуга. По официальной версии, не дожидаясь, когда за ним придут, Пуга стреляет в жену, а затем и в себя. Через несколько дней после этого в Москве происходит еще одно самоубийство – важного партийного чиновника. 26 августа из окна своей квартиры в доме номер 13 в Плотниковом переулке выбросился управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручин. Это было, скажем так, исключительное событие, потому что достаточно высокопоставленный представитель Компартии. Кручина не входил в число заговорщиков и его не собирались арестовывать. Тогда почему он решил свести счеты с жизнью? И не он один. В конце лета и осенью 91-го года столицу захлестнула эпидемия таинственных самоубийств. Сначала Николай Кручина – казначей партийного имущества и финансов. Спустя всего месяц, 6 октября, его предшественник в этой должности – Георгий Павлов. А еще через 11 дней чиновник Международного отдела Компартии Дмитрий Лисоволик. По столице ползут зловещие слухи. Мол, дело нечисто. Кто-то целенаправленно устраняет людей, имевших отношение к партийной кассе. Неужели всем этим чиновникам действительно помогли уйти из жизни? Именно после этой странной череды самоубийств в стране заговорили о якобы исчезнувших на закате СССР партийных миллионах. Горячая тема заполнила страницы газет. Разговоры о том, что несметные богатства партии куда-то вывезли из Советского Союза, идут сразу после путча. Несметные богатства, которые якобы пропали, репортеры окрестили золотом партии. Некое помешательство общественное насчет золота партии, оно действительно было. К 1990 году в КПСС состояли более 19 миллионов человек. Все они каждый месяц платили партийные взносы от 1 до 3% от зарплаты. Кроме того, партия владела имуществом – тысяча служебных и жилых зданий, санатории и дома отдыха, дачи, больницы, служебный транспорт. Эта собственность была и земельные участки, где находились там и здания, райкомов и прочее, а также какие-то заводы, например, типография газеты «Правда» и так далее и тому подобное. Со всего этого партия получала доход, размер которого никогда не раскрывался. В Советском Союзе эта информация имела гриф секретности и не разглашалась даже на пленумах ЦК. Госбанк СССР в его хранилищах миллионы, сотни миллионов рублей. Завеса тайны давала повод для появления самых неожиданных версий. Якобы миллиарды долларов копились на партийных счетах, хранились в валюте и золотых слитках. И вдруг, в начале 90-х, в эпоху тотального дефицита и абсолютного обнищания людей, эти капиталы пропали. Возник вопрос о том, куда делись, как говорится, основные богатства Коммунистической партии Советского Союза. Череда странных самоубийств только подкрепляла эти слухи. Все погибшие имели доступ к информации о партийной кассе. Самоубийство Николая Кручина для его родных и коллег стало полной неожиданностью. В партийных кругах Николай Ефимович обладал безупречной репутацией. На должность управляющего делами его назначили в 1983 году. По Кручину скажу, жесткий, требовательный, такой очень сильный. Как бы был руководитель, финансист, орговик там все. То, что там в карман положил деньги, это я не верю. Самоубийство так называемое, может быть, там то, что из окна там выбросилось, может быть, связано с тем, что он как носитель информации был. Может быть, он там не согласился молчать, говорить. Он, наверное, хотел все вот это вот предъявить. Много версий об этом. Но то, что он был носителем этой информации, это, конечно, сто процентов. Утром, накануне смерти, Кручина вел себя, как обычно. Служебный автомобиль увез его на работу. Несмотря на то, что это было воскресенье, он пробыл там до вечера и вернулся домой лишь в 21.30. При этом охранник заметил в нем явные перемены. Кручина был чем-то сильно расстроен и, заходя в подъезд, даже не поздоровался, чего раньше никогда не случалось. После десяти вечера Николай Ефимович велел жене идти спать, сказав, что собирается еще поработать. Супруга проснулась от громкого стука в дверь. На пороге был сын и работники милиции, которые сообщили, тело Кручины найдено на тротуаре рядом с подъездом. Перед тем, как выброситься из окна своей квартиры, Кручина написал две записки. Одну нашли при нем, когда осматривали тело, другую на тумбочке в коридоре. Он писал, что был верен генеральному секретарю Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Признавался, что по малодушию во время путча выделил охрану и служебные автомобили из гаража особого назначения нескольким членам ГКЧП. При этом некоторые из них по своему статусу не имели на это права. Но это далеко не самый тяжкий проступок. Вряд ли Кручине могло грозить серьезное наказание. Многие современники чиновника в его добровольный уход из жизни не поверили. Но осмотр тела покойного и его комнаты не выявил ничего, что указывал бы на преступление. Следов насилия или появления посторонних в квартире не было. Откуда же берутся версии о криминальном следе? Я думаю, у всех есть твердая уверенность, что злоупотребления с деньгами партии и государства были и в крупных масштабах. И серия смертей Кручины и других подтверждает это мнение. Еще более странным кажется самоубийство предшественника Кручины в должности управделами ЦК КПСС Георгия Павлова. 80-летний пенсионер, как утверждали его близкие, узнав о смерти Кручины, сказал, «Вот мужественный человек, я бы так не смог». А спустя месяц покончил с собой точно так же. Выбросился с балкона своей квартиры. Он поставил стул, снял тапочки, поставил эти тапочки рядом, забрался на этот стул и прыгнул с балкона. Объяснять это нормальным состоянием невозможно. Значит, мы имеем дело с какими-то либо психотропными веществами, потому что и Кручина, и Павлов, и не только они погибли одним и тем же способом. Третьим партийным работником, который совершил суицид, стал Дмитрий Лисоволик. Он был гораздо моложе своих коллег. Ему исполнилось 54 года. Чиновник курировал сектор США в международном отделе ЦК КПСС. Сотрудники этого подразделения плотно работали с американскими коммунистами, в том числе и по линии их материальной поддержки. Предсмертной записки он не оставил. До сих пор этот вопрос остается, сам ли он с собой покончил. Либо он был запрограммирован на то, чтобы с собой покончить. Как мы знаем, такие техники и практики существуют. И говорят, что именно так это и происходило. Зомби – это механические куклы. Отработал свое, дал приказ и вперед на самоуничтожение. Версия, согласно которой самоубийства могли быть совершены под воздействием психотропных препаратов, стала настолько популярной, что нашла отражение даже в кино. Авторы художественного фильма «Золото партии» представили дело так, что все покончившие с собой партийные функционеры проходили обследования в спецбольнице, где их кодировали с помощью секретных методик. В нужное время код активировали, будто запуская программу самоуничтожения. Алло? Порой бывает необходимо, чтобы во имя народа умер один человек. Но целый народ никогда не должен умирать во имя одного человека. Конечно, это всего лишь версия авторов художественного кино. Но как тогда, так и сейчас в нее многие готовы поверить. То есть они могли предварительно там им что-то, инъекцию сделать какую-то, вколоть. Принудительно что-то они могли бы, напиток выпить, даже отравиться. Три смерти при очень схожих обстоятельствах. Все самоубийства совершаются одним и тем же способом. Что это? Трагическое совпадение? Или чей-то злой умысел? Но если второе, значит, эти люди кому-то мешали. Какой информацией они могли владеть? Какие тайны знать? Чьи секреты хранить? В 1991 году в Советском Союзе выросло число самоубийств среди партийных работников. Психологи объясняют это потерей смысла жизни. Массовый уход из жизни высшей портхоз номенклатуре СССР осень 1991 года это явление, описываемое эффектом подражательного суицида. Тогда целый социальный пласт людей потерял почву под ногами, потерял будущее, потерял настоящее. И без этого люди жить просто физически не хотели и не могли. Однако в случае Кручины, Павлова или Саволика вряд ли можно говорить только о крушении идеалов. Они были причастны к знанию о структуре распределения выводимых за рубеж средств. Ну и, кстати говоря, не только за рубеж, но и внутри страны, кому чего, так сказать, передавалось. Ну, когда человек знает структуру, он может подсказать. А где чего искать? Ну, естественно, как говорится, полет вниз головой был обеспечен. Пост управляющего делами ЦК был важным и ответственным. Николай Кручина, а до него Павлов контролировали не только партийную кассу. Огромное хозяйство, колоссальное хозяйство. И, конечно, основной финансовый резерв партии. Кто же мог пользоваться партийным богатством? В первую очередь, руководители государства, члены Политбюро, секретари ЦК и их семьи. Для этой категории в Советском Союзе была создана целая система распределения благ и привилегий. Со специальных продовольственных баз им доставляли дефицитные продукты. Высшие партийные чиновники, а также их дети и внуки, отдыхали в лучших санаториях, могли пользоваться государственной дачей, служебным автомобилем и охраной. Распределением всех этих благ как раз и занимался управляющий делами ЦК КПСС. Только с его ведома партийные чиновники и члены их семей могли претендовать на новую квартиру или загородный дом. Под контролем управляющего делами ЦК КПСС находились и банковские счета партии. Выполняя поручения руководства страны, именно управляющий отдавал распоряжение о переводе денег, когда их необходимо было отправить за рубеж. Начиная с 20-х годов прошлого века Советский Союз оказывал материальную помощь и поддержку братским партиям. Причем не только коммунистическим, но и схожих левых взглядов. Все коммунистические партии европейских стран, такие крупные, как французская, итальянская, они финансировались за счет бюджета КПСССР. Туда приносили пачки денег. Очевидно, что и Кручина, и Павлов, и даже Лисоволик многое могли бы рассказать о том, как и на что тратились партийные миллионы. Они знали, что средства находились во внешэкономбанке на так называемом депозите номер один. Деньгами распоряжался непосредственно генеральный секретарь. Кроме него, об этом счете знали всего несколько человек, в том числе управляющий делами и заведующий международным отделом. Ряд сотрудников международного отдела ЦК КПСС знал механизмы, потому что это все же было секретно. Знал о механизме передачи, знал о том, какие сотрудники посольства задействованы в этом. Секретные подземные кабинеты, о которых доложили Ельцину в августе 91-го года, обнаружили как раз в том здании, где находился международный отдел ЦК. Получив информацию о том, что кто-то проник в подвалы, Ельцин немедленно позвонил министру внутренних дел Баранникову и приказал оцепить весь квартал. Приказ был выполнен, но милиционеры не знали самого главного, как попасть в катакомбы. К утру сотрудникам МВД удается разыскать бывшего коменданта здания. Его привозят на Старую площадь, и он показывает, как проникнуть в секретный подвал. Оказывается, лифт оборудован специальной программой, которая запускается при помощи ключа и открывает путь далеко вниз. В подземных кабинетах обнаружили настоящую лабораторию. В ней изготавливали поддельные документы. Там же нашли парики и накладные усы и бороды. Но кому и зачем они могли понадобиться? Этого так и не выяснили. Даже визуально я представляю. Одна или две фотографии, где действительно лежат вот эти усы и бороды, и несколько там были, я не знаю, или две пары, допустим, ну и какие-то там документы. В подвалах ЦК скрывался целый подземный город. На нескольких этажах ниже уровня земли находились секретные кабинеты, доступ к которым имел лишь узкий круг партийных работников. Попасть туда можно было не только на лифте из самого здания. К тайным помещениям вела сложная система подземных ходов. Так что оцепление, выставленное в ту ночь снаружи, не имело никакого смысла. Хозяева подземного города ушли никем не замеченные. Огромное количество документов неизвестные лица успели уничтожить. В первую очередь старались избавиться от самых важных бумаг. Возможно, они содержали секретные данные о деньгах, которые отправляли за рубеж. Пропало огромное количество документов, следы которых зачастую до сих пор и не найдены. И где-то они так спрятаны, что мы их никогда не найдем. Высшее партийное руководство в последние годы существования страны опасалось, что имущество КПСС может быть изъято в пользу государства. А после поражения ГКЧП стало очевидно. Дни компартии сочтены. Не поэтому ли так торопились ликвидировать все сведения о секретных капиталах? Я знаю, что в момент захвата здания ЦК КПСС там в кассе партийной находилось 10 миллионов рублей. Когда делалась опись всего имущества, то эти 10 миллионов рублей не были зафиксированы. После августовского путча президент России Борис Ельцин приостановил деятельность КПСС. Над коммунистами планировали провести судебный процесс. Для него нужно было собрать доказательства их преступлений. И новости о секретных кабинетах пришлись весьма кстати. В здании ЦК начали работать следователи, которые совершенно случайно наткнулись на небольшую часть теневой партийной кассы. Два миллиона долларов просто лежали в сейфе. При этом в документах никаких сведений о них не было. Уже потом выяснили, что эти деньги предназначались для лидера американских коммунистов Гэса Холла. Во время спонтанных, а потом уже и целенапальных обысков на Старой площади, где находился КПСС, нашли огромные суммы, неучтенные валюты, рублей и так далее, что тоже вызвало огромные вопросы, скажем так. Решение о выделении средств братским партиям принимали на основании аналитической справки, которую разрабатывал Международный отдел ЦК. В справке указывалось, что помощь нужна, например, американским коммунистам на издания, газет и плакатов. Газеты, несущие американцам слово правды о событиях в стране и за рубежом. Я встречался и с лидерами коммунистических партий за рубежом. Все они абсолютно спокойно говорили, да, мы их тратили на агитацию, тратили на издания газет, на плакаты, оплата радио, телевидения и так далее. Задача доставки денег за границу ложилась на КГБ. Переводить средства через банки было рискованно. Сохранить такие операции втайне практически невозможно. Чаще всего их везли наличными, в чемоданах. Далеко не всегда зарубежные коммунисты тратили помощь от Советского Союза на партийные нужды. О себе они тоже не забывали. Руководитель КП США был прекрасный особняк в очень дорогом микрорайоне города Вашингтон. Да, у других тоже товарищей. Руководство КПСС закрывало глаза, если кто-то говорили, что они тратят очень много на свою семью. Ну, потому что это политический момент, так надо. Обстоятельства обязывают, как говорят французы. Мы, можно сказать, полмира кормили. Никто это не скрывает. Мы зажимали свой народ и кормили шужой. Перебои в снабжении некоторыми продовольственными товарами все еще не устранены. Дефицит товаров в СССР был делом привычным. За продуктами выстраивались огромные очереди. Мясо, колбасу, сливочное масло, сыр и кондитерку выбрасывали на прилавки к праздникам или доставали через знакомых продавцов. За едой и одеждой приходилось ездить в Москву и Ленинград. А на предприятиях существовала система распределения через профсоюзные организации. МОСТ ОРГ спускал такое распоряжение в определенный магазин, к которому вот эта организация, учреждение прикреплялась. И там периодически формировались вот эти продовольственные наборы. Вот там была сухая колбаса, банка икры, теврюга горячего копчения, там кусок мяса, масло, там еще что-то, сладкое что-нибудь. Такие вполне себе хорошие продукты, да? Но в конце 80-х нехватка товаров приняла угрожающие масштабы. Полки магазинов были пустыми. Произошло это в том числе из-за отмены в 87-м году государственной монополии на внешнюю торговлю. Дешевые советские товары, которые были выпущены для внутреннего потребления, стали в больших количествах втридорого продавать за рубеж. Радиоприемники и телевизоры, бинокли и микроскопы, пылесосы и холодильники с маркой «Сделано в СССР». Первое знакомство будущих покупателей с товарами советского экспорта. Не только в регионах страны, но и в Москве люди не могли купить даже самого необходимого. Ну, простите, когда женщины искали колготки и не могли купить. Простейшая вещь, да, для любой женщины, которой эти колготки нужны ежедневно. То, что они рвутся, надо менять и так далее, и так далее. Бедные женщины простоявили гигантские очереди, записывая на ладонях номер очереди. Две пары колготок в одни руки! Кричали в очереди. Больше не давайте! Чтобы преодолеть дефицит, в самом конце 80-х правительство решило ввести талоны. Их выдавали по месту жительства в ЖЭКе или на работе в правкоме. По талонам можно было купить крупы, мясо, сахар, чай, масло, а также мыло и спички. Нормы отпуска товаров на человека в каждом регионе были свои. В среднем в месяц полагался килограмм мясных продуктов, 200 граммов сливочного масла, пол-литра растительного, 1 килограмм сахара или конфет, а также несколько пачек сигарет и две бутылки водки. Нас же, покупателей, занимает вопрос, отменят ли талоны и когда. Талоны в народе называли продовольственными карточками. Схожая система распределения продуктов существовала во время войны и в первые послевоенные годы. Но тогда в стране был голод. Когда экономика начала восстанавливаться, уже в 1947-м карточную систему отменили. И давалось поставление Совета ВССР об отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. И вот спустя 40 лет ее ввели снова. Это было чрезвычайно унизительно. Но это было все-таки спасение. Потому что без карточек было сложно купить некоторые продукты, даже перекупая. Обменивали карточки друг с другом, ну вот на работе, например. В октябре 1991-го впервые была обнародована информация о золотом запасе Советского Союза. Эти данные шокировали и советских граждан, и иностранные правительства. Они и подумать не могли, что запас этот ничтожно мал. Меньше 300 тонн. Зарубежные эксперты полагали, что у советского правительства золото, как минимум, в пять раз больше. Золотой запас США составлял в то время свыше 8 тысяч тонн. Франция и Швейцария около двух с половиной тысяч. В народе поговаривали, мол, золотые слитки вывезли из Союза на самолетах и спрятали в заграничных банках. Поздравим друг друга. Адье. Наша богатая страна. Ты с нами поделилась. Фильм «Золото партии», вышедший на экраны в 1993 году, прекрасно отражает тот ажиотаж, который в обществе вызывали любые новости о партийных миллионах. Говорят, что под сидениями кресел пассажиров помещали золотые слитки и вывозили. Я в то время никакого сигнала об этом или сообщения не имел. Там деньги уходили через Варшавский договор, через Болгарию, через секретаря Тодора Живкова. Через порты вывозилось оружие в африканские страны, оттуда золото и так далее. И наше золото клали на швейцарские счета, банки. И тоже мы проверяли эту историю. Потом оказывается, что все это больше туман, слухи и сплетник. Есть и более правдоподобное предположение. Золото вывозилось из Союза, но официально, чтобы получить кредиты и закупить продовольствие, а также товары первой необходимости, в которых остро нуждалась страна. Был заключен договор с тремя государствами Европы о вывозе из Советского Союза золота и бриллиантов, других ценностей, которые бы служили залогом получаемых с Запада кредитов. В 92-м году правительство России, которое возглавлял Егор Гайдар, решило подключить к делу о поиске золота партии иностранных специалистов. Был заключен контракт с известным детективным агентством КРОЛ. И американские сыщики специализировались на сложных расследованиях, в том числе в поисках капиталов диктаторов, которых отстранили от власти. Фирма КРОЛ – это серьезная, большая организация, частная, которая занимается частными расследованиями, но специалисты там высокого класса. Все бывшие представители спецслужб, я был там знаком с несколькими. Я потом уже ездил в Лондон, с ними встречался, беседовал. Там были бывшие офицеры и МОСАДА, и МИ-6, и другие. За свои услуги детективы запросили внушительный гонорар – полтора миллиона долларов. И, получив аванс, принялись за работу. Но удалось ли им выяснить хотя бы что-то? К тому моменту, когда в деле о партийных миллионах появились иностранные сыщики, расследование уже несколько месяцев вела Генеральная прокуратура России. Хотя похвастаться значительными результатами специальная следственная группа и не могла, кое-что она все-таки обнаружила. Что же в реальности представляло из себя золото партии? Посмотрим, что удалось узнать следователям Генеральной прокуратуры. По их данным, за 25 лет, с 1966 года, партийную казну собрали почти 36 миллиардов рублей. Это примерно треть бюджета всей страны за 1990 год. Капитал складывался не только из членских взносов. Партия получала доход от издательской деятельности. А еще на нужды КПСС тратили государственные бюджетные деньги. Кроме этого, КПСС получала финансы из источников, которые старались не афишировать, в том числе из-за границы. В конце 80-х, начале 90-х, когда доходы Компартии стали падать, партийные функционеры в разных странах начали создавать фирмы для продажи ресурсов. Например, нефть и газа. Из Советского Союза компании получали их по низким ценам, а за рубежом перепродавали по рыночным. Разница тоже шла в партийный карман, но деньги чаще всего в Россию уже не возвращались. И вот эти схемы от продажи энергоресурсов за рубеж, предоставления газетной бумаги, минеральных удобрений с разницей в цене, вот тут уже стали действовать в том числе и сотрудники Комитета государственной безопасности. После того, как Союз рухнул, и те лица, которые были причастны к этим схемам, кто-то уволился из КГБ, стали жить за рубежом. По одной из версий, осознав, что эра, руководящая роль коммунистической партии в Советском Союзе, близится к закату, партийные лидеры начали прятать эти средства на счетах доверенных лиц, как внутри страны, так и за рубежом. Они знали, они уже получали информацию, что вот такие времена могут наступить, и готовились к тому, что эти деньги припрятать в надежные места, а потом в нужное время, когда уже рассосется, пустить их в оборот. Для вывода партийных денег использовали коммерческие банки, иностранные организации и специально созданные фирмы. Была разработана целая система подставных фирм-прокладок, через которые все это проходило, скажем так, да. Было огромное количество недвижимости, и не только в СССР, но и за пределами. Все это составляло большую ценность. Лишь небольшую часть денег, спрятанную по этой схеме, в ходе расследования удалось найти. Мы успели при ликвидации КПСС и найти ее счета здесь, внутри России, которые были переданы в различные фонды, банки и так далее. Это было около 8 миллиардов рублей здесь, внутри Советского Союза. В конце 80-х в СССР принимают закон о кооперации. По задумке правительства, кооперативы должны были помочь в борьбе с дефицитом. Закон правильный, умный закон. Надо было во что бы то ни стало каким-то образом расрушить вот эту вот жесткую плановую систему государственного заказа. Надо было освободить какие-то отрасли, в основном легкой промышленности, для того, чтобы люди инициативные могли делать этот продукт и выбрасывать это на рынок. И удовлетворять, самое главное, спрос населения. Закон позволял расходовать наличные деньги из выручки кооператива в обход банков. Кроме того, почти все предприятия получили право поставлять свою продукцию на экспорт и закупать на заработанные средства товары для развития производства. Стали выходить из тени цеховики, которые в Советском Союзе были и в хорошем количестве были, особенно на Кавказе, так их было просто прилично. Они приличные вещи делали. Они шили одежду, они там под какие-то марки косили, да? Но они зарабатывали себе в карман. У обычных советских граждан средств на открытие кооператива, как правило, не было. Такие структуры появлялись при участии руководителей, которые чаще всего были членами КПСС. Нередко открывали фирмы и комсомольские лидеры. Так не туда ли пошли партийные деньги? Открытие салонов этих, видео салонов, и туда деньги перекачивались там, как для поддержки молодежного движения, молодежных кооперативов. Просто не то, что это золото партии, не золото комсомола, это по знакомству. Они вот как раз списывали, давали туда деньги на развитие этих. Они потом покупали там компьютеры, сколько обходило за тысячи долларов. Здесь продавали за по 20-30 тысяч долларов. Настоящим золотом партии уж точно был административный ресурс, который позволял партийным функционерам направлять деньги в коммерческий оборот и создавать стартовые капиталы для новых российских бизнесменов. Вскоре в Советском Союзе появляются и первые миллионеры. Открываются банковские структуры, в основе которых вполне могли быть в том числе деньги из партийной кассы. Разграбление партийного имущества было таковым, что, конечно, прежде всего сама номенклатура это и использовала. Попытки найти партийное богатство СССР за границей предпринимались на протяжении 90-х годов. Однако золото партии так и не было найдено. Не преуспели в этом деле и сотрудники детективного агентства Кроу. В 92-м году они представили свой отчет. Добытую информацию показали в том числе и в Генеральной прокуратуре. Я пригласил их. Пришли три очень таких солидных в годах уже мужчины с переводчиком со своим. Они привезли документы, ксерокопии платежа, проводки по счетам, договор об открытии счета, который они взяли в швейцарских банках и еще где-то в ряде крупных банков Франции, по-моему, Австрии или Голландии. Это были копии документов, выкупленные в различных зарубежных банках. Данные о владельцах счетов с русскими фамилиями сотрудники агентства насобирали на два тома. Но где находились эти люди, кем они были и, главное, имели ли хоть какую-то связь с пропавшим золотом партии? На эти вопросы детективы не ответили. Я пролистал все, посмотрел и их спрашиваю. Скажите, эта ксерокопия, которую вы заполучили, она получена неофициальным путем? Ну, мы в кабинете сидят все профессионалы. Они откровенно говорят, да, мы получили это неофициальным путем. Люди, которые вам это передали, могут быть свидетелями в официальном расследовании? Нет, не могут. Впрочем, есть мнение, что в списке все-таки были фамилии известных людей. И список лиц из девяти фамилий, на счетах которых на Западе сосредоточены значительные деньги, которые раньше принадлежали КПСС и которые обнаружены этой фирмой. Я знаю, что Егор Тимурович Гайдар внимательно прочитал этот список, свернул, убрал. По неофициальным оценкам, которые представители агентства позднее озвучивали в интервью СМИ, выведенная из страны на рубеже 80-х-90-х годов сумма могла составлять до 40 миллиардов долларов. Но официального подтверждения этим сведениям нет до сих пор. Сумма, которую называла российская генеральная прокуратура, в четыре раза меньше. Но большая часть так осталась за рубежом и, возможно, до сих пор хранится даже в швейцарских банках, поскольку доступа к ним больше ни у кого нет, а сами владельцы уже не смогут этого снять. Представители агентства сообщили, что готовы копать глубже, но для поисков секретных счетов нужны деньги. Однако российские власти отказали детективам в новом транше, сославшись на нехватку средств. Данные отчета не были обнародованы, а вскоре он и вовсе исчез. Остались вопросы и к расследованию громких самоубийств крупных партийных чиновников. Хотя криминального следа в них не нашли, и уголовные дела по фактам гибели Кручины и его коллег не возбуждали. Несмотря на крах коммунистического режима, большая часть партийной элиты в 1991 году смогла удержаться на плаву. Отвечая запросам того времени, многие бывшие коммунисты быстро освоились в современных реалиях жизни. Сделались неотъемлемой частью правящей элиты в новой России. Вряд ли они хотели, чтобы их прежние, в том числе и финансовые тайны, стали достоянием гласности. Не поэтому ли дело о золоте партии было в начале засекречено, а в 1996 году и вовсе закрыто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова